Оооо, мазь, это точно оно. Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет влог. Я только что зашла домой, до этого сняла для вас мукбанк, который скорее всего не выложу, хотя может быть и выложу. Это мукбанк с тортиками, который я не доела до конца, и как-то я смотрю на это видео, мне кажется оно не особо интересное, поэтому я пока что подумаю на этот счет. А тем временем я сходила по магазинам, много чего мне приглянулось, я даже немножко поснимала для вас. Ну, очень мне приглянулись вот эти вот сувенирчики в виде елок. Стоили они 2 моната, что делает около 70 российских рублей, и органайзеры, кстати, тоже стоили по 2 моната. Просто посмотрите, какое сочетание игрушек. Мне так нравится, когда на елке висят именно вот такие вот игрушки, которые сочетаются между собой. Звезда на елку стоит 4 моната 90 копеек, что делает 180 российских рублей. Здесь есть разные, даже вот такие, очень красивые. Да-да-да-дам! А вот и из-за чего мы пришли сюда. Купила тортики! Не могла я, конечно, пройти мимо космитоса, очень люблю я бальзамы для губ, особенно зимой. Хотя у меня штук, наверное, 15, все равно я еле удержалась и не купила себе очередной бальзам для губ. Долго топталась около прилавка с йогуртами. Даже не знала, какой взять, но взяла себе и растишку, и чудо, и активе, потому что буду снимать для вас видео, которое вы уже видели. А еще здесь еще мои любимые чипсы лейс. Посмотрите, сколько здесь их! Просто рай! Взяла сырный соус от Слобода. Еще взяла на пробу грибной. Попробуем, понравится мне или нет. Мне просто часто спрашивают, где я беру этот соус. Я всегда говорю, что беру его в рапо. Так вот, мне не верят. Вот вам доказательства. И кое-что, конечно же, прикупила себе. Сейчас вам покажу. Я просто настолько давно хочу себе вот такие вот гирлянды, которые будут на заднем плане моего видео. Думаю, что задний план заиграет другими красками. Я хотела специально вот такие вот с проводом, который будет не совсем тоненький, потому что прошлые мои гирлянды как раз были на тоненьком проводе и очень быстро они испортились. Поэтому я решила брать вот такой вот вариант. И еще очень важным моментом для меня было то, чтобы провод был белый, чтобы его максимально было незаметно. И второе приобретение это вот такая вот подставочка органайзер. Точнее она выглядит вот так вот. Вот видите, она предназначена для кистей, всяких там косметических штучек. Я хотела розовый, но, к сожалению, розовый был грязный. Мне консультантка сказала, что это очень все быстро, легко отмоется, но я решила не рисковать и взяла уже в нормальном состоянии, хоть и серого цвета. Но я подумала, что серый цвет, он такой, знаете, универсальный, ничего страшного. Положу сюда свои палеточки от Essence. Вот так вот удобно у меня расположились мои палетки. Все видно, красиво. Положу на комодик. Мне кажется, отличная идея, плюс он стоил очень-очень бюджетно, всего 2 моната. Мне кажется, просто находка за такую цену. Вот так вот я безумно просто довольна покупками. Мне очень все нравится, все гармонично смотрится. Я даже думаю, этот органайзер взять еще один. У меня потому что палеток много, их всех нужно как-то размещать. Плюс еще у меня есть открытые полки в моей комнате. Кто смотрел Room Tour, тот знает. И, кстати, что касается, где я купила. Я знаю, что вы все равно будете спрашивать, поэтому лучше я отвечу. Я купила в одном из магазинов наподобие российского Fixed Price. Этот магазин называется «Все по 2 моната». То есть все, что там продается, стоит всего 2 моната. Там же я купила и гирлянду за 2 моната, и органайзер тоже. Там был большой выбор всяких таких органайзеров именно для косметики и по очень бюджетной стоимости. Удержаться было сложно, но я держу себя в руках. Потому что скоро Новый год, нужно покупать подарки. Еще у меня день рождения, это опять же расходы. Еще такой момент. Очень часто читаю в комментариях, люди пишут, почему ты переводишь только в рубли. Переводи в тенге. Кто-то пишет, переводи в евро, в доллар. То есть вы тоже поймите меня, пожалуйста. То есть если я буду переводить во все валюты и буду писать это здесь, это, во-первых, будет выглядеть некрасиво. То есть это будет неудобно ни мне, ни вам. Мне кажется, российский рубль все знают. Все страны СНГ, которые меня смотрят, они легко могут перевести рубли в свою валюту. Так что я говорю всегда в монатах и здесь пишу в рублях. А сейчас я сижу и жду, пока мне принесут роллы. Я заказала такой классный сет. Прям слюнки текут. Ура! Пришли мои роллы. Смотрите, какие красивые. Еще вот с этой шапочкой. Это просто божественно. Еще сходила, купила себе вот такой вот напиток. Буду снимать для вас видео. Прям мне не терпится. Также мама купила две такие посуды. В один из них я положу имбирь и васапи. А в другой соевый соус. На улице вообще льет, как из ведра. Дождик. Прям не чувствую, что это вот новогоднюю атмосферу. Я даже хотела купить елку. Пошла. И знаете, как-то маленькая елка смотрелась как-то по-детски. А большую я поняла, что я не смогу просто дотащить. Я просто вспомнила те времена, когда мы жили в России. И папа покупал натуральную елку и приносил ее домой. И знаете, такой дома прям запах стоял этой ели. Потом мы с братом начинали украшать эту елку. Это было настолько интересно. Это было настолько мило. Хоть эта елка была не идеальная. То есть эти, которые сейчас продают, они просто идеальны. А эта елка была совершенно не идеальна. Она была кривая, косая. Но прям дома этот запах пихты. И вот этот вот детский смех. Эти мандарины. Иногда вспоминаешь и немножко становится грустно от этого всего. Что эти годы так быстро закончились. И все стало настолько обычным. Совсем забыла, кстати, вам рассказать. Буквально где-то неделю назад. В прошлом влоге я вам говорила, что я начала собирать свою коллекцию ароматов. Раньше у меня был один аромат, которым я пользовалась всю свою жизнь. Сейчас я начала пробовать какие-то разные. И в прошлом влоге я вам говорила, что мое внимание привлек аромат Алены Ахмадулины. И я даже хочу его заказать. Так вот, я это сделала и уже получила этот ароматик. И уже в моей коллекции три аромата. Сказать, что я прям очень рада, я, если честно, не могу. Потому что я покупала его без затеста. То есть я не слушала аромат. Послушала его тогда, когда мне привезли мой заказ. И уже не покупать я не могла, следовательно. Значит, очень красивый вот такой вот флакончик. Здесь такая висюлька. Я вообще обращаю внимание на флакон. Для меня это очень важно. Даже если аромат будет супер-пупер, но флакон мне не понравится, я, скорее всего, его не возьму. Так вот, это один из самых, насколько я знаю, дорогих ароматов о Арифлейм. Это Алена Ахмадулина. Я послушала этот аромат, и я поняла, что он конкретно на любителя. Вот когда блогеры говорили, что да, он на любителя, я думала, что вот я и есть тот любитель. Потому что всегда ароматы, которые никому не нравятся, мне они всегда по душе. Но этот аромат совершенно не мое. Здесь есть немножечко кислинка. Да, он шлейфовый. Да, он такой, знаете, темный, древесный аромат. Когда я покупала уже его, когда я его уже забирала, я послушала несколько других ароматов, которые есть в каталоге. Вот они мне понравились намного больше. Я думаю, что их тоже я себе возьму. Не помню точное название этих ароматов. Но, в общем, будем собирать коллекцию. А этот пока что вот так вот. А я уже у Фати. Мы готовим праздничный стол. И это, кстати, еще не все. Но мне прям не терпится. Хочется наброситься на это все и начать кушать. Снимаем для вас новое видео. Новогодний стол. Также у нее здесь интересная такая елочка. Елочка! Раз, два, три! Елочка, гори! Оп! А мы себя увидим в этом. Немного так взять, чтобы нам голова не срезалась. Секундочку. У нас здесь репетиция праздничного стола. Салька, ничего не видно. Смотрите, мы не понимаем, что это и что она говорит. Но это так интересно. Праздничный вкус всегда настоящий. Сидим бездельничаем. Скоро я уже буду сваливать. Потому что сегодня у меня днюха. Она съела с клешни перемотать. Да, перемотай. Майсель, посмотри. Посмотри. Надо переходить на новый формат. Нужно есть жуков, червяков. Как ты думаешь? Как вы думаете? Мы хотим переходить на новый формат. Это че? О боже. Я боюсь представить, что это. О боже мой, что это? Майсель, это точно оно. Что оно? Не знаю. Не знаю. Я не знаю, что это. И опять я. С момента начала съемки этого влога уже, наверное, прошло дня 4. И я уже на 100% была уверена, что этот влог не выйдет. Потому что кусочки получились какие-то неинтересные. Какие-то ни о чем. И все, что было, я уже смонтировала. Решила, что все, выкладывать не буду. Потом снимаю для вас мукбанг. И в мукбанге как-то у меня проскальзывает. Я рассказываю вам, что я снимала влог, который решила не выкладывать. И все в один голос писали. В один голос писали. Гениально, да? Что Айка выложу, ну и что, что кусочки. Нам интересно. Но я думаю, что минимум 1010, наверное, просмотров наберет. Поэтому ничего, выложу. Так вот. Я вам говорила, что Патя мне подарила подарочный, как бы, купон. Так вот. Я немножко добавила и решила купить себе парфюм. И как вы думаете, какой? Очень долго думала. Я хотела сначала взять Шакиру. Но, к сожалению, ее не было. И также есть там, по-моему, ароматы манго. Что-то не очень дорогое, да? Но потом я наткнулась на стенд с Тоус. Я обожаю Тоус. Мне нравятся все ароматы. И он стоит относительно недорого. Вот, например, 50-ка стоит 100 манат. Но это недорого по сравнению с другими парфюмами. Особенно с нишевыми. Вообще, ребята, хочу отметить такой момент, что я смотрю и других блогеров. Например, российских. И когда они говорят цену на парфюмерию, которую они покупают в Литуале, в Рибгоше. Я замечаю огромную разницу, ребята. У нас намного дороже. Поэтому у меня вопрос к вам. Смотрите, какое оформление. Мимимишное. Просто мимишное. А флакончик какой вы сейчас все упадете. Так вот. Я заметила, что у нас значительно дороже. Поэтому кто когда-либо покупал или видел в Эльдебате или где-то Тоус вот такого вот объема из серии Moments. Тоус Your Moments. Так называется аромат, как я понимаю. Как вы думаете, на что я купилась? На аромат думаете? Нет, это не про меня. Я купилась на упаковочке. Она просто супер мимимишная, розовая. Я обожаю розовый цвет. Я жалею только об одном, что взяла всего лишь 50 мл. Надо было брать 100. Не жмотить. В общем, 100. Он был чуть выше. Вот так вот. Покрасивее. И побольше. Аромат классный. Мне нравится. Я очень довольна этим приобретением. И еще, кстати, когда я уже пошла на кассу приобретать, я увидела, что кассир мой одноклассник. Нет, не одноклассник. Одногруппник. Он был моим одноклассником или одногруппником? В общем, не суть. Мы с ним вместе учились в одном университете. Вот точно в университете в одном учились. И так приятно видеть знакомые лица. Ты прям как будто видишь что-то родное. Ну, в общем. И он положил мне два пробника. Два мужских аромата трусарти. И еще я купила себе тенюшечки. Купила себе пудру, которую уже покажу в другом формате. Итак, давайте вам сблизи все покажу. Хочу признаться, что вообще я являюсь тенеманьяком. Я очень люблю косметику. И покупаю ее, даже если это мне не нужно. Если я вижу какой-то продукт на скидке, меня просто не остановить. Я с этим болюсь. Но у меня ничего не получается. Итак, первое. Я хочу вам показать. Вот парфюм. Вот так выглядит упаковочка. Честно, аромат я купила только из упаковочки. Очень люблю розовый цвет. Смотрится очень няшно. Надо было все-таки добавить и купить себе сотку. Это 50-ка. Купила я ее за 100 монат. Там 97 или 98. Ну, в общем, не суть. Могла бы еще 50 монат добавить и купить в стольник. Но ничего, пусть для коллекции лежит. В принципе, мне нравится. И давайте начнем рассматривать дальше. Также в идеале от бренда Идеал Приват Лейбл я взяла два средства, которые были на скидках. Я не смогла удержаться. Одни это тени. Ну, блин, девчонки, 70% скидка. Ну, как можно удержаться? Это просто нереально. Вот такая вот упаковочка. Дизайн мне очень понравился. Смотрите, как красиво. Как богато, дорого и богато, так скажем. Первое это пудра, ничего особенного. Очень хорошо пигментированная пудра. Здесь такая слюда, которую я сразу же выкидываю. Также спонжик тоже у меня живет недолго. И очень хорошо пигментированная пудра. Посмотрите, супер просто. Вот тушь была. Тушь не понравилась, но вот именно пудра и тени у меня впервые. Вот такая вот упаковочка. И второе средство также в идентичной упаковке. Вот так вот выглядит. По-моему, очень красиво. И здесь вот такие вот тени. Изначально я как бы такими цветами не особо пользуюсь. И я подумала даже взять на подарочек. Но потом дома я поняла, что нет. Мне все очень нравится. Вот такие вот свочи получились. Тени очень-очень мягкие, приятные на ощупь. Я не жалею об этом приобретении. Вообще, Идеал Приват Лейбл позиционирует себя как люкс. И упаковки у них достойные. Не знаю, мне очень нравится. Когда я увидела 70%, блин, меня не остановить просто. Вот так вот в сумочку. Красота! Эти два средства пойдут к моей коллекции косметики. Я люблю покупать что-то бюджетно. И много. Итак, следующее средство это опять же тени. Точнее, палеточка, которая у меня уже была. Но я ее подарила своей подруге. Затем я поняла, что эта палетка мне очень нравится. После того, как я ей подарила, я посвочила у нее и поняла, что нет, я тоже хочу. Ее палетку я покупала на сайте Revolution Beauty. А эту палетку я уже покупала у нас в городе. И она обошлась мне намного дороже, чем та палетка, которую купила я на сайте. Вообще, советую вам в городе не покупать, потому что очень дорого обходится, невыгодно. Так что лучше всего заказывайте с официального сайта Revolution Beauty. Очень нравятся мне эти тени. Особенно вот эти вот. Идеально подходят просто для бровей. И вот такие вот свочи. Ну, не красота ли? Посмотрите, как переливает. С малейшего касания достаточно, чтобы получить вот такой вот пигмент. Если вам интересны мои покупки косметики, не знаю, каких-то мелочей, то обязательно пишите в комментариях. Я вам во влогах подробно буду показывать их и рассказывать. Также вообще задумываюсь о том, чтобы снять мою коллекцию косметики, потому что у меня много чего интересного. Я вообще немножко бьюти-голик. Я люблю вот это все коллекционировать, покупать, что-то на скидочках и так далее. В общем, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои мукбанки. Всем желаю удачного дня. Всем пока!